Представлять Ивана Савельевича сейчас сотрудником областного управления МЧС не имеет смысла. Его все знают, все уважают за профессионализм и человечность за умение в любую минуту приходить на помощь. Даже к незнакомым людям. Он человек широкой души, творческий и многогранный, легкий и интересный. Жизненный путь Ивана Савельевича был непростым. Пришлось многое пережить, через многое пройти. Но часы испытаний закалили, но не придали жестокости. Стал тверже, но не злее. Бытует мнение, что юбилей подводит определенную черту под годами жизни юбиляра. Являя своеобразным мостом между завтра и вчера, Иван Савельевич никакой черты не подводит. Жизнь продолжается. Я слышал тоже в долгих, что вот на каком-то уровне надо подводить итоги и так далее. Чуть не это самое. Не подводится итоги. Да живешь, как живешь. Я не считаю, что рубеж, вот 85, который я достиг, он является знаком, для которого подвести итоги, а дальше может быть, может не быть. Я считаю, что я не прожил жизнь напрасно. Потому что сделано и для службы, ну вот потому как оценивает, как меня вот чествует, приглашает. Говорит, конечно, о себе говорить вроде того, что в положительном плане и неудобно. А вот если чествует, значит, наверное, что-то сделал достаточно хорошее, достаточно емкое. Иван Семенович, продолжатель династии пожарных, 38 лет юбиляр прослужил в войсках пожарной службы, в том числе 21 год, в должности начальника пожарной охраны Брещены. На период вступления в должность в 1963 году техническая часть оставляла желать лучшего. Все депо были деревянными, веткими, и значительная их часть находилась в аварийном состоянии. Отсутствовали элементарные условия для несения службы. Создание на тот момент крепкой базы для Ивана Семеновича было делом чести. Мне удалось создать базу. Базу для создания пожарных частей нового поколения, для новой техники. Первую техническую часть мы сделали на свободнике. Вообще, догон сказать, что личный состав нашего гарнизона, и не только Бреста, и других, очень много сделали собственными силами. 25 лет замначальника, а потом начальник областного отдела. Это о чем говорит? Это характеризует Ивана Семеновича как талантливого руководителя. Талантливого. Попробуйте. Я уж про наше время не говорю. В то время ненамного было проще. Ненамного. 30 лет стал замначальника областного отдела. 30. Я в 30 лет получил майора. Это целое событие было. Все управление ходило на меня смотреть. Чтобы майор откуда. Это было сложно. Сверх сложно. Тогда. На юбилей к бравому военному приехали друзья и коллеги, последователи, родные и близкие. Каждый выступающий подчеркивал несомненный профессионализм Ивана Семеновича, его стальную выдержку и неизменное чувство справедливости по отношению к подчиненным. Награды, подарки, грамоты от министров бывших и сегодняшних. Даже выдержанный юбиляр не раз сдерживал слезы. Приятно осознавать, что твои достижения не забыты. Что то, что делал, помнит и по сей день. Приятно и то, что продолжает семейную династию и внук Денис, который добавит в общесемейный стаж не один десяток лет. А главное, по мнению Ивана Семеновича, что по жизни с ним идет самый верный и самый дорогой человек, его супруга Валентина Игнатьевна. Вместе они прошли огонь, воду и медные трубы. Я счастливая. Я счастливая жена, я счастливая мать и бабушка. И бабушка. Люблю, люблю.